Еще раз приветствую всех. Спасибо организатору за приглашение. Отдельно спасибо от меня. Рад видеть вас. Горская республика. Кавказ. Украина. Как было параллели между этим регионом? Между Украиной и Кавказским регионом. Иногда смотришь на историю, и такое ощущение, что мы идем параллельно, но похожим историческим коровам. Тот же враг. Та же империя. Та же вековая борьба за свою независимость. Масса героев, которые погибли за эту независимость. Тот же шанс в начале 20-го века, после распада Российской империи, на претенде своей независимости. И тот же коммунистический режим, который погреб этот шанс, вот за Бог. Наступили 90-е. И снова борьба за независимость. Слава Богу, Украина его смогла опрести, а Кавказский регион вводится до сегодняшнего дня. Но очень похожи. Более того, Ахмет, я хотел бы сказать вам, в лица Украины, огромное спасибо. И огромное слово благодарности. В том, что Украина, даже не в том, что ваши бойцы сейчас находятся на фронте и борются за противниками Российской империи. Да, это важно. Но это не самое главное. Благодаря вам, 90-х, Украина берет независимость. Фактически. Почему? Что мы не знаем о Российской империи? Да все. Ничего нового мы не видим. Все та же экспансия. Все та же желание поработить окружающего народа, окружающих стран. Более того, мы это видели в Украине в 90-х годах, вспомнили Школу, Крым. Мы все это прекрасно помним. Разве это не было экспансионистская имперская полиция? Конечно. Но тогда независимость Украины спас хищенский народ. Свои крови, своими бойцами. Вы отвлекли на себя вот этот вот московский режим и дали нам приемы. Самое главное, что нам было необходимо, приемы для того, чтобы стать действительно независимым в Украинском государстве. Фактически вы своими братьями и сыновьями несли большой факт в нашу взаимосвязанность. И теперь наша задача, наш долг перед вами, чтобы эту независимость определить не только чеченский народ, а весь Кавказский регион. Более того, это вопрос недалекого времени. Это буквально уже находится перед нами. Мы еще с вами, Ахмеда, празднуем в Грозном вашу независимость как чеченского народа и будем думать и проводить эту портрет. Причем достаточно скоро. Почему? Я прекрасно помню, как развивались события с 24 февраля 2022 года с так называемыми, уже о них говорили, так называемые либеральные имперцы. Можно их еще назвать белая иммигрантская Атвазия. Как полгода. Я помню слова о том, что одного из них представителя о том, что Кавказ это русская земля. Я буду с автоматом идти ее защищать. Помните? Помните, как его зовут? Это было полтора года назад. Я великолепно помню, как за эти полтора года эти либералы, как называемые имперцы, сначала хвалились тем, что они имперцы. Прямо чуть ли не на знамя это выносили. А сейчас они это остранятся и боятся. Об этом говорят. Им стало стыдно. О чем это говорит? Это говорит о том, что они уже позже чувствуют. Что не долг, тот верен, что этой империи не будет. Почему? Это стало неприемлемо в хорошем обществе. Говорить о том, что это имперец. Это стало стыдно. Более того, многие из них поменялись за этот год свое мнение и начали говорить. Да, возможно, империя не будет существовать в таком виде. Надо забрать имперскую деталь. Я не понимаю, как из империи можно забрать имперскую деталь, но это не важно. Имперскую деталь и, возможно, отдельные регионы, как Чечня, имеют право на независимость. Как круто за год все повлиялось. Очень сильно. То есть это говорит о том, что эта идея, эти процессы, они летают в воздух. Но этого недостаточно. Этим они не откупятся. В принципе, империя существовать не должна как факта. Независимость должны получить не только чеченцы и чкирийцы, но должны получить и другие регионы Кавказа. Начиная от Токистана и заканчивая Черкесами, заканчивая и другими регионами. Белгородской, Курской, Брянской, Татарами, всеми остальными регионами. Они имеют право на независимость. И мы к этому придем. Более того, у нас с учетом того, что исторический процесс ближе, и он неумолим, уже ощущается, в воздухе это чувствуется, вот эти исторические события, по сути, у нас перед нами стоят два задания. Первое, это ускорить этот процесс. И сейчас как раз есть окно этой возможности. И это задача не только вас, присутствующих здесь задачи Украины, задачи Соединенных Штатов, задачи Великобритании, всего мирового сообщества. Это вопрос безопасности. Что я веду, что открылась окно возможности? Империя слаба. Вот тот миф, который был полтора года, его уже не существует. Нет второй армии мира, нет сильной империи. И в этом плане мы, как украинцы, отдаем дань и долг вам за помощь в 90-е годы и исполняем самую главную задачу. Но есть еще один момент, который нужно выполнить для того, чтобы ускорить. И две недели назад, неделю назад мы это видели в Белгородской области. Они не в состоянии контролировать свой регион. Силового аппарата принуждения и отпора у них не существует. Все погребено под Бахмутом, под Мариуполем, Киевская область и другие регионы. Если завтра зайдет рейд в Брянскую область, каковы шансы того, что они смогут успешно противостоять? Нулевые. В Ростовске тоже самое. И наша задача в этой истории поджечь по всем границам. Не только на Кавказе, но и в других регионах. Так же самое, как рассыпалась Российская империя. Так же самое, как рассыпалась Советская империя. Когда она начала гореть по всем границам. Начиная от Вильнюса и заканчивая Паху. И в этом наша в том числе и задача. И второе. Очень часто, когда происходили исторические процессы, мир был к ним не готов. Опять же, возвращаемся к истории. 91-й год. Запад, Вашингтон, Лондон был не готов к распаду Советской империи. Поэтому она реинкарнировалась и она вернулась. Мы не должны поповторить. Мы должны подготовиться к этому распаду и создать новое, более мирное и правильное пространство. Не только для этих регионов, но и для всего мира. Кавказский регион является в том числе очень важным для всего мира. Так же, как Украина, это логистический транзитный хаб. Очень важный для своих регионов. И от того, каково его будет здоровье, каково его будет движение, зависит весь список Чарноморских регионов. И, соответственно, уже сейчас надо подумать, о каком это будет будет. Хотя что думать? В истории человечества все было. Ничего нового люди не изобретают с точки зрения социологических, гражданских процессов. Можно взять за основу для Каспийского региона, и в данном случае Горская Республика очень подходит для этого, проект Европейского Союза. Где есть независимые государства, но фактически границ нет. Когда они существуют в едином пространстве. И таким Каспийско-Черноморским союзом может стать Горская Республика. Где несколько столиц. Где административное управление разнесено по разным государствам, чтобы не было конкуренции. Где решение принимается единогласно. Где есть единая политика и единое движение всех государств. Мы видим Европейский Союз успешный проект. Что мешает Горской Республике? Союзу стать таким же успешным проектом? Ничего не мешает. И на завершение я хотел бы сказать о том, что в принципе у каждого состоявшегося государства, у каждого народа есть свой девиз. И ответ на свой девиз. В Украине это есть слава Украине. Ответ? Героям славы. Так вот, какие же девизы я хочу услышать от каждого государства с построссийской империи. Чтобы я лично, как депутат Ирхунарада, этот девиз знал. И когда к нам приезжают представители Черкесии, татары, я знал, как отвечать. Пускай будет слава Татарстану, слава Ичкерею. Я также отвечу. Героям славы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.